И начинаем сразу же с кадров реальных боёв на пылающем бахмутском направлении. Сейчас вы увидите эксклюзивное видео, на котором воины 1-го штурмового батальона, 3-й отдельной штурмовой бригады с пулемётов и автоматов насыпают оккупантам под бахмутом. Давай, давай, давай. Есть. Пошёл. Да, да, да. Прямо посадку шьёшь. О, хорошо, блядь. О, хорошо, блядь. Дрон. Дрон? Да. Шоу. Позадку туда залетало. Главное, да? Да. Да, вот именно благодаря таким защитникам крепость Бахмут держится. Наша артиллерия также жжет землю под ногами захватчиков вблизи Бахмута. И украинским защитникам нужно еще больше современного вооружения и снарядов, чтобы выбить подлого врага раз и навсегда. Мы сможем делать больше смерти врагам с большим калибром и с большим комфортом. Казалось бы, абсолютно несерьезная артиллерия, 85 мм калибра, это меньше даже, чем в России. Но при этом мы насыпаем, мы очень густо насыпаем, у нас много снарядов, у нас высокая скорострельность. И поэтому результативность нашей работы остается на уровне, в принципе, какой-нибудь до 30-й. А еще на Донбассе умело действуют операторы разведывательно-ударного взвода той самой третьей штурмовой бригады. Вот кадры с дронов, отснятые с украинского неба. И просто в режиме онлайн вы можете увидеть не только позиции врага и, скажем так, хаотическое перемещение оккупантов, но и реальное уничтожение военной техники и личного состава российской пехоты. Ликвидировано не менее 200 представителей так называемой Второй армии мира. А теперь настал черед еще детальнее проанализировать ситуацию на Бахмутском направлении. Кровавый военный террор продолжается. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отбили 22 атаки. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехова-Васильевки Донецкой области. Враг также совершил обстрелы населенных пунктов Меньковка, Орехова-Васильевка, Дружковка и Бахмут Донецкой области. Редактор субтитров А.Семкин